Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС у микрофона Анастасия Гарбов. За неделю Нового года на пожар и загорание столичные спасатели совершили более 60 выездов. За это время из горящей квартиры был спасен один человек. А теперь подробнее о происшествиях первых дней Нового года. Минск чрезвычайный. Первый пожар в столице был зарегистрирован утром 1 января. В квартире на улице у Боревича не выдержал рутинной жизни и загорелся 20-летний холодильник. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели огонь потушили. Теперь хозяевам предстоит ремонт и приобретение новой техники. Помните, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти сбой в работе, который и приведет к пожару. В этот же день помощь спасателей понадобилась на улице Шейпичи, где загорелся неэксплуатируемый деревянный сарай. Огонь оперативно потушили, но в результате пожара повреждено само строение и находившийся в нем автомобиль Запорожец. По предварительной версии причиной пожара стал поджог. Минск чрезвычайный. А вот причиной пожара в квартире на улице Калиновского, в результате которого был спасен мужчина, могла стать непотушенная сигарета. О ЧП по телефону 101 сообщили соседи, погорелься, почувствовавшие запах гари. Как выяснилось, вспыхнули постельные принадлежности. 59-летнего хозяина спасатели нашли на полу возле входной двери. Мужчина отравился продуктами горения и был госпитализирован. На минувшей неделе спасатели дважды приходили на помощь малолетним детям. В квартире по улице Желуновича они помогли достать застрявший в пластиковой детской бутылочке указательный палец пятилетнего мальчика. А на улице Ротмистрова пальцы руки двухлетней девочки, зажатые в дверном проеме. Уважаемые родители, будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра. Минск чрезвычайный. В первые дни Нового года неприятные сюрпризы ожидали владельцев Митсубиси Кольт и Порш Каен, припаркованных на улице Текотского и Некрасова, соответственно. Их авто загорелись в результате короткого замыкания. За минувший год в столице сгорело 254 автомобиля, 70% из них по причине короткого замыкания. Помните, достаточно 5-6 минут, чтобы автомобиль сгорел дотла. Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных происшествий, необходимо своевременно проверять электропроводку машин и делать это только на лицензированных СТО. И это все. Слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.